Мы все еще с вами находимся в крутом университете в Голосовском. Наташа там что-то уже обнаружила в Леопольдии. Что, Наташа? Что? Замки? А я здесь покажу. Розы, мушли, а потом что-то такое же, да? Да. Это как у Гарри Поттера Гриффинду и с Лизыри. Тут, наверное, кафель, ну типа дом мушли, дом орла, там кого-то еще. Дом розы, да? А ну, замки-то хотела посмотреть, да? За замки показать. Ну, подальше, подальше. Вот, посмотрите. Ну, работает. Сейчас Наталья вам все разберет, не волнуйтесь. Очень красиво. Ну, наверное, это современный, хотя кто его совсем не знает. А ты видишь, там люди идут, а там уже вот какие-то преподавания. Не-не-не, идем вперед. О, как мы с вами хорошо уже показали зал Леопольдина. Леопольдины. Смотрите, кстати. Проспектики, наверное. Это я брала, тут не это, что-то, тут карта. Вот это я уже взяла, тут на немецком, на украинском. Давайте. А, так это может быть это... Для студентов. Ой, какие классные ступеньки, ну заверни-заверни. А цена есть? Сына, ну я смотрела вчера, 11-15 эфира, по-моему. Так, это же? Да. Мне кажется, это уже это. Заходи и учись. У нас только 4 зала и 3 мы с вами уже посмотрели. Наташа? Так, ну Наташа не хочет. Ладно, пошли. Вообще, что-то уже кафедра какая-то. Уй, у меня дверь сзади так немножечко стукнула. Ладно, ладно, не надо. Ну так, понимаешь, мы уже попадаем с вами. Вот, 107-я комната. Я не знаю, сюда заходить можно. Я видела, сюда девушка заходила. Это преподаватели общаются. Вот они сзади меня. Надеюсь, меня не беганят. Смотри, это комната уже. 107-я. Ты уже классный. Это, наверное, преподаватели и... Ну, и профессора. Люди, которые, возможно, донатили на университет. Ну, точнее, были от него спонсорами. Ну, сейчас пройдем куда-то. Не знаю, нам вроде как с вами нужно подняться еще на башню. Сколько мы с вами уже поднялись за это лето. И во Львове, и здесь. Три раза уже, по-моему, поднялись. Ноги уже говорят подниматься. Так, а это 110-я комната. Это, кстати, интересно. Профессор. Что, не профессор, науки, короче. Наука какая-то. Кстати, они дернут ли меня за ручку? О-о-о. Профессор, здрасте. А мне по голове не дадут? Ой, сори. О-о-о, вы видели? Вот это я дала. Ну, лайк поставьте, пожалуйста. Ну, не знаю, я там открыла дверь, там компьютеры всякие, типа, как ящички стоят, такая, только туда. А девушка стоит такая, такая, извините. Ну, что, мы с вами смелые? Сейчас девушка мне по голове даст. Вот она, кстати. Наташа, бежим. Ну, что, она поулыбалась, все нормально, как бы, ну, мы же любознательные, ходим здесь и просто смотрим. Вот тут музыка, мелодии. Ну, такой, кстати, пол интересный, древний. Вот в Рокслав. Так, сейчас мы походим, запутаемся, потом, чувствую, полезем на башню. Ну, знаете, мне мою школу немножко напоминает. А еще смесь с каким-то вот Гарри Поттером таким. О, туалеты. Кому нужно туалет. Ну, сейчас в Наталку попрошу, чтобы зайти, снять видео в туалете. А там эта девочка снова как рассердится на нас. Ой, наверное, расписание. Или доктора. Что это такое? Плюшки какие-то стоят. А, это в каком году, может, кто закончил или кто что-то вел? Непонятно. Профессор. Профессор. Только хотела, чтобы мы туалет посмотрели, а там уже девушка пошла. А, походу, он обыкновенный. Пошли в мужской школе, высказываешь? Для гигистр. А, для гигистр. Ну, ладно. Напоказываю вам туалет. А вон золотой туалет прикольный был, кстати, когда мы с вами пили. Не, не пили золотой кофе. Показывали золотой кофе и пирожное в Абу-Даби. Пришли. Здесь такая вот арочка. Она закрывается, видимо. Лифт, кстати, на математическую башню мы же будем подниматься. Наверное, пешочком. Пешочком? Опять пешочком? За что? Ну, давайте, кратенько я вам покажу. Чувствуем себя студентами. Бегаем по коридорам. По коридорам универа в Роцлавского. Кстати, вчера в кафе кушали в Хатке, в Чатке. Мальчик там из Харькова был. Рассказал нам, что в Роцлаве это город студентов. Очень много студентов здесь учатся. Возможно, не только в универе. Ну, не только в этом универе. Наверное, есть еще универы и училища. Кстати, кто был в Роцлаве, может, кто знает, пишите. Ну, я думаю, всем будет интересно. Ну, так пафосно, пафосно. Пафосно чего? Ну, не знаю, вот такие ворота. Посмотри, это же, это же закрывается, видимо. Ну, то есть, как это, один факультет закрывается от другого. Это странно. Что? Что, чтобы реактиве у химиков не воровали? Примерно, если бы сделали это, 6-го, да? У них есть? Ну, давай посмотрим. Это для гномиков дверка, Наташа, Таня. А можешь дёрнуть и откроется там или нет? Я же дёрнула. А, там замок, да? Ну, там уже дверь какая-то. А, это, наверное, это, в бухгалтерии. Почему-то... Для справ студентов. Для справ студентов. Ага, для дел студентов. О, лифт. Поехали вверх. И пролезали стену себе. Класс. Ну, вот, мальчик ищет своего преподавателя, видимо. А, ну и вот уже идёт лестница, уже на другие факультеты, видимо. Ну, неплохо так мы с вами отбежали. Журналы какие-то есть. Что за журнал такой? О, тут про универ, наверно. Ну, хорошо, пусть будет. Так, и здесь у нас, видимо, книги. А, покупать книги для этого. О, здрасте. Меч какой-то висит. Прикольно. Ладно, пошли отсюда. Ну, то и так уже девушка сегодня пристала. Ну, сейчас полезем с вами на математическую башню. Перила, да? Это шмоги и перила. Вот как. Обалдеть. Ну, идем, наверное, туда. Нам, наверное, не сюда. Не, не сюда. Поднимаемся на математическую башню. Наташа Перила сказала очень красиво. И потом сказала, ай, мы нашли гномика. Прям в универе. Вот так вот. Так просто гномика не найдёшь. Вот такой гномик университетский. С чем-то он таким, Наташа, даже не знаю. С верёвочкой какой-то. И что сжимает он. Что ж ты делаешь? Что-то он такое сжимает. Может, он с металлом что-то делает? Может, в любом случае. Гномик учёный. О, смотри. В прошлый раз мы на круиз смотрели. С реки, точнее, на университет. А теперь с университета. Да, а теперь с университета. Слушай, смотри. О, оно что-то ломалось. Тут что-то будет. Эд студенты. Эд студенты. Так сделали. Понятно. Так, ну теперь на башне. А Перила-то переговорили. Мы так предположили, что есть же два зала, да? Ну, похоже, те, которые берут, входят в два зала. Это Леопольдина и это башня математическая, куда мы сейчас идём. Потому что здесь никто на берете ничего не отмечает. А в первых двух залах, которые мы с вами уже видели, там стоит человек, который отмечает. Ух ты, сейчас страшно. Ого. Кровище. Это прям Георгий отрубает голову всему змею Горынычу. Нет, не ага змея Горыныча. Так, ну сюда уже не пойдём. Уже посмотрели. С вами много всего. И что? Так у вас, да? Да. Сейчас вот как взойдём, да, здесь деревянные, взойдём на математическую башню, уже включимся. Всё ближе и ближе мы к башне. И вот какие-то карты уже математические. Вот глобус. Прям заходим куда-то, как... Ну вот, там, свежие сказочные, да. После времени вы придёте математичными. Будете вы математиками. Ну что ж, вперёд. Ну так, новенькие такие, всякие информационные, не знаю, что это там, газеты, журналы. Просто плакаты. Вылески. Да, вылески, можно сказать, обклеенные. Ой, смешная. Какая есть. Так. Подъём на башню всё ещё идёт. И мы с вами сбираемся. Да вообще здорово. Интересно, пишите комменты, ставьте лайки. И мы дойдём обязательно до самой главной башни. Посмотри, какая красота. Не, ну мы на такое не договаривались. Ну уж хотите, не хотите. Ну что это такое? Чё лифтом не воспользоваться? Боже. Ну что, пойдём? Ну да, какие варианты по ходу дела. Вот, смотрите, где тебя. Ну вот, ещё взбираемся всё ещё. Здесь уже всякие такие компасы, адмиралтейства. Мне кажется, это компасы как раз математические для вычисления всяких меридианов. Смотрите, здесь должен быть меридиан сам. Может, это он и есть? Ну, похоже, как по фоткам, кстати. Меридиан. Чтобы бы сесть и плю, надпись была бы. Ну, как вычислять всякие углы построений, математических пропорций. Ну вот один, я нечего, не понимаю, я понял. А, ну вот. Нет? Ну, это меридиан, релэйтен с англию меридиан. Так это он вот это? Это, наверное, это он меридиан. Мы с вами на меридиане стоим. На нулевом, похоже. Во, а, вон он там ещё проходит. То есть тут в башне проходит знаменитый меридиан Ротславский. Так что, кто знает, комментируйте. Какие компасочки, кто любит путешествовать? Ну, слава богу, у нас, если есть интернет, и просто встречаешь людей, можно не спросить направление. Так красиво. Вот как сувенир я бы себе взяла бы такой. Вот, люди уже спускаются. Ну, это, наверное, всё-таки этот меридиан. Вот он. Ага. Ну, и снова эти вычисления, обчисления. Ну, конечно, это всё красиво. Цифры, 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 цифры. И вот мы уже выходим. Ого. Похоже, неплохой вид отсюда. Так. Люди заходят, а мы выходим. Ух ты, ёлки, папу. А у меня это самая крутая открытая площадка. Вот это вот номер один. Потому что она открыта. Посмотрите, как она открыта. Спокойно можно облокотиться и всё посмотреть. Боже, я как красава. Кто бы мог подумать. Сейчас, кстати, вот этот шпиль мы видели. На прогулке. На круизе. Ох. Скажи, вот это самая открытая площадка. Это вот точно номер один. И как ни странно, её нету в этом. Такая высокая. Да, не такая высокая, её даже в пятёрке нету. Ну, смотрите. Одра. Салатовый мост. Трамвайчик. Красивейшие скульптуры. Вот это вот все классно. О, люди устали, отдыхают. Ну, реально, тут забраться, конечно, легко, честно. То, что я стонала, это я думала, что нам ещё идти-идти. Это я стонала просто, да. Ой, какая красивая. Вон синий мост. Вот такие скульптуры прямо рядом. Ничего не это, не какой-то плёнки. Ну, да. Заградительный. Вообще красиво, да? Да, вот мы в Рослове. Мы с вами сильно лазим на всякие ратуши, на ведьмин воск. Ой, вообще красота. Ну, слушайте, тут много башен, много обзорок. Чудесная река Одра, по которой много круизов. Как сказала Наташа, люди подружились с рекой. Ну, классно. Такой чудесный университет в Рословске. Даже вот не ожидала. Читали про него и про аудиторию, и про зал Глеопольдины. Не ожидали, что такой действительно шикарный универ. Класс. Ммм, вообще площадка класс просто. Я не знаю, у меня такое слово класс, класс. Я не могу другого подобрать. Это реально, это красота. Это захватывает дух. О, Эльжбета. Вон, вижу уже Тумский остров и костел Иоанна, где мы тоже с вами были. Просто красота. Сейчас насладимся, погуляем с Наташей еще здесь. Закончим съемку. Ну, надеемся на ваши комменты и лайки. Вот, уже обошли. Много людей сюда приходит, смотрит эти чудесные залы. Вообще чудесную панораму, на которую, в принципе, легко взобраться. Ох, ну что, друзья наши, пишите комменты, ставьте лайки. Нам будет приятно. Брослав, такой классный город. Всем пока.